всем доброго времени суток так я затронул тематику цветной гравировки тех же самых тех карт под цветной гравировки либо тестовых пластин вот так же хочу показать как все таки делать красивую картинку цветную за один проход без заморочек это все состыковать но по крайней мере как это делаю я есть две или три методики это в работе именно в искаде в моем случае почему-то одна из методик не работает я и потому отстранил показывать не буду в будущем возможно покажу сейчас мы посмотрим вариант состыковки то есть разбитие макета на слои и потом их состыковки сложный макет сейчас использовать не будем это слишком долго по времени и вам на принципе пока ничего что здесь используется много цветов то есть смотрите это раз два три четыре пять шесть шесть цветов даже 7 получается это будет слишком для вас заморочено мы пока используем такой вариант трехцветки и его принципе сами разобьем на части и посмотрим как это будет выглядеть что мы делаем как всегда правая кнопка трассировка абресом изображение высокого качества ждем пока просчитается ставим максимальное разрешение то есть максимальное качество сто процентов детальность переходим цвета в цветах мы выставляем 30 цветов потому что нам надо сохранить именно три цвета качественных выделяем все что связано с желтым цветом нажимаем слияние выделяем все что связано именно с черным цветом также нажимаем кнопочку слияния опять же расскажу это методика лично моя поэтому кто хочет и пользоваться кто хочет и не пользоваться понимаю что есть там куча разных вариаций еще делать по-своему вот так по сути нам белый здесь свет не нужен поэтому переходим кстати похоже на немецкий флаг вот цвет из его изображения белый метод убрали есть и нажимаем по сути только лишь окей готова наша картинка что есть обычно делаем выделяю по группам цвета и их получается группируем то есть у нас будет желтый цвет то есть права кнопка разгруппировать все выделяем желтый удержим кнопочку shift выделяем на остальной желтый цвет и нажимаем правой кнопкой группировать либо группа отлично делаем то же самое с черным цветом то есть уделяем черный цвет в том месте в принципе у нас идет одно единое целое также werde здесь часть черного цвета и не забываем про вот эту часть ну например вас тоже выделена осталась лишь крайняя часть деталька тоже и выделяем и это у нас выделено отлично нажимаем то же сам правой кнопочкой группировать группа отлично остается на красный цвет с краснымrainnоделаем то же самое посудило здесь немного выделяем здесь и выделяем эту точку правой кнопкой группировать. Единственное, когда я делал группировку по желтому цвету, по-моему, я упустил маленькое пятнышко. Нажимаем на желтый цвет через shift на маленькое пятнышко. Еще раз желтый, пятнышко, правой кнопкой группа. Теперь все очень просто. Настолько просто, что здесь заморачиваться вам не надо. То есть мы теперь просто разбиваем их на группы по цветам, так как будет вам удобно. Я рекомендую делать таким вот способом. Отдельно мы оттаскиваем желтый, придерживая кнопочки control. Бросаем здесь в этом месте и то же самое делаем, допустим, с черным цветом контуровкой. То же самое. Оттаскиваем сюда и здесь его бросаем. По сути, вот у нас весь макет. То есть макет четко прорисованный, четко сделанный по цветам разбитый. Мы теперь его сохраняем. Сердце love is цветное. Окей. Сохраняем в формате CDR обязательно. И сохраняем в формате DXF. Нам понадобится только лишь формат DXF. Окей. Сохранить. Окей. Переходим в программу ESCAD. Нажимаем ctrl-B. Сердце love is цветное. Открываем наш макет. И по сути, вот он наш макет. Здесь суть основная, чем нажимаем ctrl-U, разгруппировываем, выделяем нашу контуровку черным цветом. К примеру, у нас будет черный цвет. Опять же, мы смотрим по таблице наших цветов. У меня, допустим, черный цвет составлял там, по-моему, скорость у него была 100. Мощность 10 процентов. Частота 50 кГц. Это происходит, что основной округой является GPT-50LP. Делаем то же самое здесь. Такую же ситуацию. И теперь по черному цвету мы прописываем плотность заливки и, соответственно, ставим маркер черный. Маркер контур нам здесь не нужна. CrossHatch нам здесь не нужен. Нажимаем ok. Получаем вот такую черную контурочку. Делаем то же самое с красным цветом. К примеру, через гипотетический красный цвет у нас будет именно красным цветом. По красному цвету у меня является мощность 10 процентов, скорость 80, частота 33 кГц. Теперь делаем заливку. Все то же самое. То есть заходим в заливку, выбираем красный цвет. Параметры оставляем те же самые. То есть все подходит, на все устраивает. Красный цвет готов. И остался полноцвет желтый. Давайте так также сделаем. Начнем желтый цвет. По желтому цвету, по-моему, у нас было, скорость была 80, мощность была 8 процентов. У нас же сейчас гляну по своей табличке. Так, желтый цвет у нас был 31 кГц на 120. Смотрите. Так, здесь прописан 120. Мощность 10 процентов, 31 кГц. И здесь то же самое ставим 100 на 100. Отлично. Желтый цвет готов. И вот то же самое. Сделаем заливку по нему. Выбираем желтый цвет. Параметры оставляем те же самые. Окей, готово. Теперь остается очень простая вещь. Это все дело состыковать и получить, в принципе, готовый макет для гравировки. Состыковку мы начнем в таком же порядке, как и расстыковывали. То есть, подтаскиваем сначала черную контуровку. С легким смещением и поставим. Приближаемся. И теперь просто надо ее довести уже до полного сходства со старым макетом. Я понял, что эта работа топорная, но все же это работает, это действует и таким образом можно создавать определенные макеты. И теперь делаем то же самое теперь с нашим желтым цветом. Отцепляем его и тащим на свое место. Так. И наводим на нашу позицию. Готово. По сути, наш макет готов. То есть все, что мы сделали, у нас теперь есть три разных слоя с тремя разными параметрами. И они будут гравироваться в последовательности. Сначала будут черные, потом красные, потом желтые. Этот момент обязательно учитывайте. Это простой вариант гравировки именно трехслойного, трехцветного макета. То есть, здесь сложности их не составляют. Единственное, прежде чем делать будет макет, естественно, в самом Coral Draft вы изначально задаете размер макета. Чтобы вы понимали, в дальнейшем поменять его будет довольно сложно и соблюдать пропорции. Вот. Поэтому этот момент обязательно учитывайте. Почему мы не делаем немножко наоборот? Почему мы это не делаем в собранном макете? Я вам сейчас покажу одну вещь. Потому что здесь попасть, либо сгруппироваться, либо состыковаться эти все макеты, либо выделить нужные макеты. Довольно будет сложно попасть в этот вариант. То есть, мы это удаляем. Ctrl-B опять берем. Ser C Lovis. Цветное. Ну, давайте даже вот здесь сейчас это сделаем. Угу. Сделаем такой же логичный вариант, только лишь здесь. Нажимаем три раза. Ctrl-Z. Теперь сохраняем этот же макет в формате цветное. Слитая. В формате DXF. Окей. Окей. Заходим в ESCAD. Ctrl-B. Сердце. Lovis. Цельное. Цельное. Цветное. Так. Что-то мы недосохранили. Макет где-то в каком-то месте. Вроде бы сохранился. Еще раз перепропишем его. Вот. Циферку 2 напишем. DXF. Угу. Так. 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 Заходим. Ctrl-B. Сердце. Цветное. Угу. Сердце Lovis. Lovis. Вот. Цветное 2. загружается наш макет целиком. Смотрите. Здесь у нас идут такие вот моменты, что у нас черный цвет, контуровка, плюс у нас цвет идет желтого либо красного. Теперь наша задача, сложность именно в том, что мы должны выцепить сначала непосредственно наш, ну, к примеру, там внутри был желтый цвет, то есть все, что с ним связано. То есть сделать все то же самое здесь, здесь и вот эти вот точки маленькие. Мы их все выделяем, грубо говоря, да, там, ну, грубо говоря, назначаем там желтым цветом. Вот еще тут не добавили туда. Хотя мы его, возможно, добавили, но он, возможно, находится у нас под низу. Вот. Делаем заливку, ну, грубо говоря, то же самое там желтым цветом, залили. Теперь вопрос, как нам попасть на линии, которые находятся под низу, под этим желтым цветом. То есть нам надо пустить на слой ниже, заморочиться и потом попасть на эти тонкие линии, чтобы эти тонкие линии сгруппировать уже под красный цвет, под все остальные. Это сделать довольно-таки сложно. Либо есть еще один вариант, конечно, он тоже довольно-таки такой геморройный, потому что, смотрите, как получается. Мы можем, допустим, сейчас пробежаться отдельно по слоям, сегодня другие цвета. Ну, например, у нас будет черный цвет, да? Вот, черный цвет. То есть каким-то образом там на слой ниже, допустим, опустим этот вариант. Давайте сейчас попробуем сделать такой момент. Как он здесь сделается? Хрен его знает. Так. Так, 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 так. Надо закопировать, вставить. Есть в параметрах здесь в изменить, либо там на слой ниже, на слой выше опустить. Ну, суть в чем, что это геморрой. То есть мы можем сделать потом выборку именно по цветам здесь, допустим, таким вот образом, и сделать заливку, соответственно, по нашей выборке. Такое сделать возможно, но это усложняет задачу. Поверьте мне, разница в состыковке будет не особо большая, что вы делали вручную, что у вас будет автоматически состыковано все. Единственное, вы научитесь, опять же, при выборке цветов, при выборке векторов. Вот, потому что в реальности это всего лишь три цвета у нас. Если вы используете макет, допустим, там, ну, грубо говоря, там 6-7 цветов, то вы намучаетесь. То есть кто за мной следит в Инстаграм, тот, в принципе, видел у меня макет авокадо. Он, по-моему, был сделан там или из 6, или из 7 цветов разных. Вот, и там линии довольно-таки тоненькие. Сами по себе макет очень маленький был. Размером, по-моему, там 26 на 22. И в нем найти все эти цвета довольно-таки будет. Ну, то есть не цвета, а именно линии под каждый свой цвет очень сложно. Тем более, когда их там куча-куча мелких цветов. Допустим, там, как-нибудь, там, рябь, морщинки, там, не знаю, пупыточки вас торчат. То это довольно-таки все сложно и геморройно. Поэтому я рекомендую именно разбивать по группам, как я делал вот в этой ситуации. То есть разбивать на такие вот три группы. И три группы отдельно уже потом состыковывать в горизонтальной линии. То есть это самый-самый простой вариант. Ребят, видос, я думаю, был бы для вас полезен, кто занимается цветной гравировкой. Либо планирует заниматься цветной гравировкой на станках GPT серии LP. Либо серии M7 MOP. Для вас этот видос будет, ну, реально актуален. Потому что вы сможете действительно работать, выполнять свои задачи и выполнять их качество. От вас, соответственно, лайк, фидбэк. Пишите, не знаю, комментарии, задавайте вопросы. Предлагайте тему следующего видеоролика. Опять же, тема адекватная. Если будет, будет все хорошо. Неадекватные темы я не рассматриваю. Все, ребят, всем хорошего дня на встрече. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok